Приветствую вас! И начать я бы хотел с вопроса, который прямо напрашивается при прочтении вашего сообщения, вашего текста. Вопрос звучит так. Вы насколько сильно сейчас нуждаетесь в своих родителях? Насколько сильно вы не уверены в себе? Насколько сильно вы считаете родители, условно говоря, правы в том, что вам говорят? Насколько родители, по вашему мнению, говорят верные вещи здесь, в этом контексте. Именно в контексте того, что вы с ребенком одна не справитесь. Почему я задаю вам этот вопрос? Потому что вы действительно взрослая женщина, вы действительно зрелый человек, зрелый личный. И я думаю, что сама проблема, которая у вас произошла, первопричина этой проблемы, она не в том, что вы не знаете, как вести себя с родителями, а она в том, что вы по какой-то причине боитесь их обидеть. Понимаете, ваша мама, если действительно это властный человек, то она в принципе не приемлет всего, что касается отсутствия контроля. Понимаете, да, то есть взрослая, зрелая, даже, может быть, пожилая женщина, коей является вашей мамой, она в принципе не приемлет никакого отсутствия контроля в ее жизни. И поэтому любое ваше решение, любой ваш поступок, который идет вразрез с ее представлениями о том, что правильно, что неправильно и так далее, будет вызывать в ней обиду. А что такое обида? Обида – это всегда такое чувство, направленное на некий эгоизм, на некий эгоцентризм, на некое мышление только о себе. И вот это нужно понимать, что когда ваша мама обижается, она не думает о вас, а в этот момент, в этот момент, а думает только о себе. И это нехорошо и неплохо. Ваша мама такой человек, и она будет думать так, вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Но вам-то нужно жить само. И поэтому самое главное здесь – это понять, что задевает вас в контексте вашей мамы. Ну, не признают ваши родители вашего желания жить одно. Но они считают, что вы не справитесь. Это их мнение. И они имеют на это мнение право. Они не имеют право так считать. Ну, в конце концов. Просто потому, что это взрослые люди, а как любой взрослый человек, он имеет право на свое мнение. Надеюсь, вы это понимаете. И, соответственно, соответственно, у них свое мнение, а у вас свое. Но их мнение почему-то для вас очень важно. И их обида, она вам очень важна, она вас задевает. И вот это – это самое главное, от чего нужно вам подосмышлять, как следует. Подумать, как следует. Потому что это вот то, что у вас сейчас происходит. Это ненормально. Ясное дело, что родители хотят, чтобы вы были поближе, потому что они считают, что могут и в силах дать вам все то, что вы хотите. Им нравится, как вы уже сказали, что вы все время рядом, и можно вас контролировать. Им нравится, что рядом с ними также и внук, которого они любят. И из которого они, тоже очень важно это понимать, реализуют ту свою энергию, которую они могут реализовать на вас, в силу возраста вашего и в силу отношений ваших. И тогда необходимо понять, что как бы вы себя не вели, ваши родители всегда, вне зависимости от типа вашего поведения, будут действовать вот так, как они действуют сейчас. Просто потому, что их не задобрить, их не углашить. И любое промедление, по сути, вот говоря о промедлении, я имею в виду, как бы, любая попытка вычислить, попытка договориться, попытка прийти к какому-то компромиссу и так далее, здесь ведет только к тому, что вы вредите самой себе. почему? Объясню. Как родители воспринимают вас? Они считают, что вы одна, что вы брошенная, что вы погибнутая, что вы не боитесь остаться одной, а не считают, что ребенку будет плохо, если он будет с вами, да, и так далее. Что это? Это обычное родительское отношение к вам. То есть, они считают, что они лучше знают, что вам нужно. И они убеждены в том, что они правы. И они будут убеждены в этом до тех пор, пока вы даете им понять, что вы нуждаетесь в их каком-то одобрении, в их принятии вашего решения и так далее. Здесь я, пожалуй, соглашусь с коллегой Игорем Леонидовичем, который сказал что-то подобно вам. Это так. Я не говорю, что вы не зрелая личность, я не говорю, что вы обязательно сомневаетесь в себе настолько, что ищите одобрение стрелого родителей, или теперь у нас. Нет. Так я не считаю. Потому что для того, чтобы делать такой вывод, нужно с вами разговаривать, нужно понять, нужно понять, что у вас, нужно понять ваше состояние как личности. И пока я не готов сделать такой вывод. Но что вам сейчас требуется понять, это то, что родители считают за слабость, когда вы пытаетесь с ними договориться. Почему? Потому что попытка договора для них это ваше сомнение. Когда вы пытаетесь с ними договориться, и когда вы пытаетесь в вопросительно просящем тоне позволить вам переехать, для них, для родителей, в частности, для вашей мамы, это означает, что вы неуверенны в себе, и родители, используя вашу неуверенность в себе, по их мнению, именно по их мнению, не по вашему, не по-настоящему, по-настоящему, может быть, вы уверены в себе, и четко знаете, что вы хотите, но родители думают так, и вкупе с их властностью, вкупе с тем, что они, как и любые, в принципе, родители, привыкли к тому, что лучше знают, что вам надо, лучше знают, как вам надо, ну и так далее, я не думаю, что это стоит объяснять, я думаю, что вы это хорошо знаете, по своему детству, используя привычную схему, поведенную, не по сути дела ее повторяют, и они будут ее повторять до тех пор, пока вы сами возьмете и не примете решение, и не сделаете так, как вы хотите, хотите, да, будут обиды, да, обиды будут, но, не будет, не будет же, например, ваша мама обижаться на вас вечером, вечером, не будет, по крайней мере, я думаю, точно, что не будет, так это невозможно, потому что ваша мама все-таки вас любит, и если она вас любит, все-таки, она вас любит, я думаю, то она примет ваш выбор, но примет ваш выбор только в том случае, если вы будете на нем настаивать, если вы будете его отстаивать, понимаете, когда вы принимаете решение подобного типа, и знаете точно, что это решение идет вразрез с мнением родителей, да, с мнением кого бы то ни было еще, вы всегда проявляете по сути дела свою индивидуальность в этот момент, и когда вы проявляете индивидуальность, то так устроен наш мир, что индивидуальность всегда практически нужно обстраивать, ну, не бывает такого, что вот личностный выбор, который вызовет счастье, просто-напросто принимается людьми, это, конечно, происходит, но достаточно редко, и уж точно реже, чем хотелось бы, это совершенно однозначно, вот это вам нужно понять, и исходя из всего того, что я сказал, надеюсь, вы понимаете теперь, что договориться с родителями, или как вы говорите, как навести себя, чтобы не нагрубить и мирно решить вопрос, вам не получится, грубить не нужно, грубость это вообще проявление слабости, и грубость это также доказывает, доказывает вашим родителям, что вы чувствуете себя неуверенно, потому что грубости прибегают тогда, когда, как правило, больше аргументов никаких нет, и опять же, вы можете считать друг по-другому, опять же, вы можете считать, что это не так, но это не важно, важно, что ваши родители считают так. Ну, а теперь, когда вы это все, я надеюсь, поняли, когда вы это все, я надеюсь, для себя уяснили, теперь давайте подумаем так, какая линия поведения вытекает из того, что я сказал, линия поведения вытекает одна, вы берете и спокойненько делаете то, что вам нужно, просто вежливо, обходительно, говоря родителям, что это ваша жизнь, что вы хотите прожить ее так, как вы видите, так, как вы представляете, так, как вам хочется, что вы находитесь, ну, по сути дела, в своем праве. А родители такой позиции, конечно, не примут, поначалу. Но дело даже не в этом. Когда вы эту линию поведения для себя почувствуете, а вы ее почувствуете, появится другой вопрос. Вопрос, который звучит так. А что мешает вам этой линии поведения придерживаться? Что мешает вам поступать подобным образом? Что не позволяет вам, если это ваша жизнь, если вы хотите поменять свою жизнь, что не позволяет вам это сделать? Какие блоки стоят на пути, какие препятствия стоят на пути, какие может быть неверные установки, если говорите совсем привычным языком, привычным для психологов, я имею в виду. И вот на эту тему вам также нужно подумать. И если какие-то препятствия у вас есть, если какие-то препятствия вы обнаружите, то постарайтесь либо самостоятельно эти препятствия убрать, ну, просто грязь мыслить, осознать их, скорректировать, да, свою деятельность и так далее, скорректировать свое поведение, либо, если вы не можете сами, то вам необходимо обратиться к психологу для того, чтобы он помог вам эти препятствия преодолеть. Но не пытайтесь поменять своих родителей, людей, которые прожили целую жизнь, опираясь на определенные взгляды, ценности и так далее. А именно это вы пытаетесь сделать, вы пытаетесь сделать так, чтобы они поняли, что им в принципе непонятно. Ну, серьезно. Это очень неблагодарное и энергозатратное дело. И вы вредите себе, и вы вредите своему ребенку тем, что действуете подобным образом. Не надо. Не нужно так делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. тихо. Спасибо. Продолжение следует...